христос посреди нас мои родные любимые христолюбцы и все сердцу моему дорогие братья и сестры во христе иисусе господи нашим и боги пришедшим во плоти 2000 лет тому назад чтобы проложить нам совершенный путь вхождения свободного вхождения вечное царство царство святых господа моего и бога нашего иисуса христа всех я вас рад приветствовать на своем канале сегодня такой ролик для кого-то он будет радостным кто меня терпеть не может для кого-то будет он печальным кто меня любит ну а кому-то по барабану наверно до лампочки будет этот ролик говорить буду может быть долго скажу что думаю на некоторое время этот ролик будет последним поэтому кому интересно тот послушает кому не интересно может быть даже тоже послушается на какое-то время будет последним кто меня знает кто может быть впервые будет смотреть этот ролик так как он будет последним на канале пока зовут меня кузнецов дмитрий интернете известен псевдонимом или прозвищем как хотите христалюк который я сам себе естественно выбрал вот история моей жизни на моем канале христалюк в плейлисте моя жизнь есть ролики обо мне я рассказывал свидетельствовал свою жизнь свое покаяние жизнь после покаяния ну и она до сих не продолжается по каналу мы сейчас пройдемся это уже покажу где что поэтому этот ролик как последним так и первой по сути такой длинный длинный трейлер но опять же для тех кто меня знает тут все понимает а кто впервые смотрит если захочет после этого роликах посмотрит что еще ему угодно если что-то почувствовать сердце свое с чего начать то говорить буду без всякой как бы иерархии или приоритетов просто как на сердце лежит начну может быть даже где-то с негатива хотя вы знаете я не люблю негатив считаю что надо конечно проповедовать и жить в любви друг другу радоваться жизни быть в мире но в жизни в этой в этой жизни на этой земле много чего нехорошего начну с того что если честно а я с вами всегда честен и всегда открыт не знаю как выразиться грубым словом или мягкий или помягче есть грубое слово на букву б я на расскажу помягче на букву т меня тошнит уже от общения со всеми людьми почти практически которые называют себя христианами и неважно какими принадлежат они к ортодоксальной секте там католической православной греко-католической какой угодно протестантским любых направлений любых толков и даже так называемых свободных во христе или независимых или самоходящих господи как угодно я их поделю в принципе на 2 их невозможно поделить делить может до бесконечности опять же но это кто знает классификация сект по названием как имеют тоже сами себя называют а если классифицирует по учению то у меня уже тошнит от людей которые спасены по вере отсюда во второе пришествие иисус христа меня тошнит от людей я образно говорю людей это я люблю кто меня знает да я стараюсь оправдывать свой прозвищет я говорю образно я сейчас никого лично не имею до меня в общем тошнит уже от этого общения с людьми которые спасены по вере вы понимаете о ком до протестантизме обучение протестантизма на соответственно что человек исповедует то и так и живет спасение которым говорил иисус и я его потом ученики слова крещение рождение новая жизнь воскресение со христом это все слова это начало жизни человеческой только христианской никогда иисуса втором пришествии своим ученикам сказал что когда я приду за тьмой святых ангелов во славе отца своего воздам каждому по делам ваши это он говорил о втором пришествии своим ученикам но потом еще рассказывала всеобщем суде на котором опять же каждый будет получать по делам и наоборот другая ложь от которой меня тошнит бог милостивый бог судья но милостивый это ортодоксы ничем не отличаются от мусульман и иудеев и прочих сект и религий как хотите я грешу и каюсь грешу и снова хожу каюсь причем не перед тем человеком против которого согрешил а перед богом а точнее вообще перед его его наместником на земле я грешу и каюсь грешу хожу и каюсь грешу хожу и каюсь грешу и пошел вот вот тем все закончится это жизнь этих людей от таких людей меня тоже тошнит то есть они могут грешить против тебя зло тебе делать но они потом ходят к наместнику бога на земле и каются от таких людей я ну правда было было так скажем тоже прохождение сначала меня таких затошнило от которых грешат ходят каются и снова грешат потом меня затошнило от тех которые спасены по вере во второе пришествие иисус христа эти оба лжи его учения никак не не подходит под учение бога пришедшего плоти который сказал что если поверишь в то что эти сказал покаешься изменишь свою жизнь будешь все хорошо а если нет получше по делам своим и даже тот кто будет делать достойные плоды покаяния получит ровно то чё он надел это это язык так образный совсем для младенцев во христе лучшими словами говорил не лучшими а уже павел господь то проповедовал а мы когда грешники нам по-другому кроме палкой мы никак не понимаем поэтому господь поначалу-то и выражался такими словами что по делам а павел потом уз познав истину уже как человек кто знает что я исповедую что иисус это бог пришедший в плоти а уже его ученики поняв это поняв всю истину достигнув совершенства можно сказать какого может быть возможно человеческого ну или каждый в свою меру что что потом эти ученики говорили что дело каждого обнаружится и будет испытана огнем каждый получит то что он из того чего он строил либо этот домик развалит ну господь говорил то же самое про дом построенный без основания на основании ну павел этот дом еще и приукрасил сказал этот дом может быть он может вообще без ничего быть рухнуть это вообще неизвестно о чем строил который приходил к иисусу слушал его и ничего не исполнял это вообще на на ровном месте построены и падение будет великое может кто и строил то к че он туда клал камни нет так труху что вниз клал что вверху построил павел и сказал кто строил хорошо и золото серебра и драгоценных камней тот получит награду ибо в огне все эти драгоценности еще и очищаются еще сильнее а кто из соломы дерево и всякого барахла и трухи того дело сгорит ну хотя сам спасется слава у всех будет разная ну и потом опять же павел что в первом в коринфянам дал им образ красиво во втором опять прямыми словами сказал что газ когда наш этот дом опять его называют домом хижина разрушится вот именно то дело каждого и каждый получит то что он делал живя в теле на этой земле доброе или худое и писал он все это кому церкви то есть кому к тех кто называются детьми божьими учениками иисуса христа и прочим христианами и прочими прочими названиями учение иисус христа и и и и и и и и Каким образом с учением Иисуса Христа и рядом не стоит, и с ним не стыкуется, и поэтому все очень печально. И меня от этих учений, и, так скажем, от людей, ну, образно, кто знает, кто со мной лично общался, лично-то я ничего не говорю, никого не сужу. Ну, образно говорю, что меня от такого общения уже подташнивает, точнее, это не подташнивает, подташнивало меня последний год. А сейчас меня тошнит уже, все рвет просто. Да, есть еще слово неплохое, на Б не будем, да, употреблять слово. А вот рвет тоже, меня уже рвет от этого общения. Вот, с этого я и хотел, ну, с печальной ночью, потому что это не благовестие, а ролик такой. Прощальным я его тоже не хочу называть, я не прощаюсь, как бы, ну, хотелось такую взять паузу, и, ну, сейчас я к этому дойду, да. Вот, можно сказать, это отчасти даже первая причина, почему я все-таки с нее и начинаю. Ну, я говорю, свободные, понавыходившие, взяли Библию как слово Божье, кто знает, как я к этому отношусь, Библия никаким словом Божьим не является, никто, ни Иисус, ни Его ученики никогда ее в жизни так не называли. Библия – это набор писаний, там есть истина, там есть слова Божьи, ну, полно там и других слов, и лжи, и чего там только нету. И искажений, и подмен, все там есть. Вот, поэтому от этого меня тоже тошнит. Ветхи с новым же как-то умудрились сшить, Иисус говорил, что это невозможно. Нет, мы все сможем, мы собираем, мы сможем, это у тебя, а мы сможем, мы все это соберем. И правильно Господь сказал, и старое лучше не сделали, сшив ветхий завет с новым, и новое испортили. Вот от такого учения и от таких людей, от проповедующих, меня тоже тошнит. Дальше по списку. Я отписался от всех каналов, какие только уже был в последнее время подписан. Сейчас я в свою жизнь все рассказывать не буду, говорю, кто знает, тот знает, а кто нет, кому интересно. Может быть, после этого ролика все-таки со мной поближе познакомиться сейчас, мол. Ну, я уже говорил, плейлист о себе у меня есть, потом все это покажу сейчас более на экране, чтобы было понятно, кто плохо соображает по интернету. Что-то я хотел, что хотел сказать, что хотел сказать дальше-то. Ну, вот. Что-то я сбился. Ну, ладно. Пишу все в живом режиме, кто знает, я не монтирую ролики. Ну, в смысле, монтирую там на вставке какие-то, но не чтобы урезать, ничего этого не делаю. Поэтому, кто знает, у меня три канала. Ладно, начнем с этого. Есть у меня такой канал, как Беседы Христолюбцев. У меня есть сайт. Такой вот. Там есть писание. И есть у меня три канала. Беседы Христолюбцев. Христолюб. И Христолюб Лайф. Три у меня канала. Я их разделил, чтобы не было путаниц, чтобы все было понятно. Больше двух лет назад, когда я появился тоже в интернете, восьмой год на упокаянии идет. И вот уже, в принципе, два с половиной года назад я появился. Стал тоже искать христиан, беседовать с ними, так называемыми христианами. И мы общались. Эти беседы я стал выкладывать. Начало было положено где-то два с половиной года назад. И продолжалось, в принципе, по сей день. Ну, в последнее время уже редко я что-то беседовал. Там что-то выкладывали, что-то. Я уже свои личные вот эти проповеди монологи делал. А общих мало было. Большую часть из них я позакрывал по просьбам тех, с кем мы когда-то беседовали. Кто-то не хочет со мной знаться, кому-то не хочет, чтобы это было в интернете. Поэтому не по своему желанию я их позакрывал, а потому что просили. Я оставил те беседы, с кем кто и сам там является, либо проповедником, и не против никогда будет. И в основном оставил все беседы с теми братьями и сестрами, с которыми я писал в последнее время, мы читали писание. Я говорю, и совсем чуть-чуть там вы найдете в начале, где там на свободной теме, так скажем, общались. Вот так вот. Ну, так как меня, я уже сказал, подташнивает от самого общения, то, естественно, этот канал сам по себе уже, как бы, и так, и так я его пытался. Потом люди, ты вчера с ним общаешься, я уж молчу там про панигирики, да просто, вроде бы, по-человечески пообщались, завтра он тебя грязью поливает. Вот. Или я говорю, знаться с тобой не хочет. Вот. Что-то услышал там о тебе или твое мнение, на какую-то вещь. Вот. Поэтому, если честно, мне этот формат, и уже как-то, и... Он все время на нет сходил, 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 и не особо. Писание, конечно, я с радостью всегда читал от братья и сестры. Ну, опять же, у кого нет желания, у кого нет возможности, кому это просто не близко тоже, кому кто-то стесняется, кто-то еще что-то. Вот. Так что это тоже в очередь не стояли, так скажем. Вот. Дальше у меня есть канал Христолюб. На этом канале я с осени по весну записал весь Новый Завет. Канал всегда разделяется, ну, получит автология, разделяется по разделам, да. Есть Библия Новый Завет, есть немножко Ветхого Завета, есть плейлисты по темам, то есть можно найти... Вот если мы откроем Новый Завет. Так, себя я сейчас уберу. Ну, вот вы видите, то есть все. Есть плейлист, который целиком. Можно поделиться, там 235 роликов. Можно поделиться и самим разделом, вот перейдет на эту ссылку, которую я сейчас открыл, где будут все плейлисты. Есть Евангелие от Марка, от Матфея, Иоанна, Луки, книга деяний, Иакова, Петра, послание Иоанна, послание Иуды, евреям, послание Римлянам, Галатам, Каримфинам, Тимофею, Филимону, Титу, Колосьным, Ефесным, Филиппийцам, ну, все вы помните, да, и книга Откровений. То есть все есть. Зачитал я их за полгода. Там объемные ролики достаточно, я писал ни по времени, ни подо что не подстраиваясь. Евангелие, которое я читал, порой я читал, кто знает, как я читаю, так я из всех четырех возьму параллельные все места, рассмотрю, поэтому там за одно прочтение, считай, сразу четыре раза прочитали. Я так любил делать, подходил массово, масштабно к этому. По Ветхому Завету совсем немножко там есть, я начал зачитывать. Вот, ну, кому интересно, посмотрите, особенно книгу «Бытие» первые главы, кто знает, я очень люблю их, считаю, что в них образно и символно нам вся истина открыта, да, порой прямым текстом. Тоже, кому интересно, можете посмотреть. Я сейчас на канале читал книгу «Еноха», но я эти ролики, скорее всего, закрою, чтобы они просто не смущали никого. Книга, кто знает, это апокриф. Кто посмотрел, тот посмотрел, и я их, скорее всего, по ссылке пока поставлю, то есть, в принципе, они как бы будут закрыты, чтобы они общую картину не мешали, потому что кто-то попадет впервые на канал, зачем вам эта книга «Еноха-то», дай Бог бы нам разобраться с Новым Заветом, а там уж еще будем Ветхий Завет, еще книгу «Еноха» разбирать, да, не до этого нам. Ну и по плейлистам тоже все вот у нас есть, да. Есть тело Бога Иисуса Христа и его плоти и кровь, да, вы помните, причастие Божьего Христиства. Есть культы, храмы, жертвы обряда священства, пост и вегетарианство, суд Божий, последнее время, духовная жизнь внутреннего человека, церковь Христова Лизборище Станинская, дары Святого Духа, патриотизм, так и что, ну да, семья-брак, ну так, немножко я наделил что-то, кому-то будет интересно, может быть, посмотрите. Так, и вот у меня есть канал Христолюб Лайф. Кто знает, я вот как сейчас сижу, либо на природе где-то летом, либо я даже в пешем, или там на велике катался, ну, в общем, на природе, и в свободном слове, так он говорил в проповеди, да, вот, тоже есть все по темам, в принципе, я старался все разбивать. Ну, духовная жизнь, это я там продублировал, есть жизнь во Христе Иисусе, по его голосу, он на сердце, суть христианства, западе Иисуса Христа, любовь к ближнему церкви, тело Христова, ну, тело Бога, говорит, я оттуда просто дублирую стихи, Библия, Писание Ветхого Нового Завета, учителя и наставники, Бог, Иисус Христос, человек, мир, грех, зло, ну, вот, связанные вещи, вера, надежда, упование, скорбь, долготерпение, ереси, секты, лжеучения, религии, там, всякая талабуда, ну, и последнее время, то есть там что-то я просто, естественно, продублировал на каналах, а так все эти вещи есть, вот, ну, и просто, есть собрание, естественно, все проповеди, 142 получилось, прошлый год, 17, вот, в 18 году было, вот, здесь же у меня вот плейлист, хотя он там был, да, на Христалле, то есть о себе или же ТЕМОЕ, вот, 15, там вот я себе, ну, есть будни, ответы на вопросы в этом году я немножко вел формат, там 25 роликов получилось, и создаем свой авторский канал, христианский канал, кому интересно, тоже там я немножко поговорил и дал и технические советы, и такие теоретические всякие, да, и есть вот, кстати, еще помощь делам нуждающимся, тоже там люди, кому нужна помощь, здесь можно ролики посмотреть, и кто помогает кому-то, занимается благотворительностью, есть нуждающиеся реально люди. Ну, вот так вот мы с вами посмотрели, да, ну, что теперь скажем, вот, по поводу беседы я уже сказал, то есть, к чему я все это веду, дело не в том, что меня там просто подташнивают или еще что-то, я потом, конечно, еще одну причину скажу, вы помните, как Господь, что его в первую же проповедь хотели выбросить с горы, выбросить, ну, его не выбросили, его выгнали из синагоги, а может, и выбросили, ну, по тексту не написано, что выбросили, ну, вытолкали, наверное, так это было, вот, и повели, хотели с края горы, на которой стоял город Капернаум, его отечество, город, родина, можно сказать, отечество, да, хотели сбросить с края скалы, с края города, как угодно. Господь удалился, да, и вы помните, что Господа называли другом, мытарем и грешником, он не был другом, мытарем, ой, фарисеем и книжником, и саддукеем, и первосвященником, и законником, Иисус был другом, мытарем и грешником, а фарисеем и саддукеем, он был, как козь в горле, и вы помните, как своим ученикам Иисус говорил, но это другая тема, я потом скажу, а помните, как Павел говорил, ну, он пророк Исаев вспоминал, да, что, да и Господь вспоминал пророка Исаев, что ухом услышите, глазами увидите, и не будете уразумевать, и не будете обращаться, каяться, изменять свою жизнь, то же самое Павел говорил, вы помните, что Господь своих учеников посылал сначала в синагогу, куда он посылал, к погибающим, нет, к погибшим овцам дома Израилева, сам туда шел, и потом посылал учеников, его ученики исполняли это в точности, они сами туда шли, а потом, когда их оттуда палками побивали, шли к язычникам, вы помните, Павел произнес те же самые слова, когда его в очередной синагоге выкинули, или там, я не знаю, что с ним было, народ лютый, может, конечно, аккуратненько вывели, а может, и выкинули, и вы помните, как Павел сказал, что да, хорошо, да, Исаия о вас говорил, говорит, чист я, ну и как Господь говорил, отрясите прах, так и Павел говорит, я чисто от крови вашей, иду к язычникам. У меня сейчас такое состояние, вы знаете, особенно, когда я записал Новый Завет на Христолюбе, вот, как холодный сезон назвать, осень-весна, да, в принципе, у меня какое-то состояние выполненной миссии. Погибши овцы дома Израилева, в переводе на Новый Завет пророка Исаия, через призму Нового Завета, это вот эти все лже-псевдо-христиане, как угодно их назовите, лже-христиане, псевдо-христиане, лже-религии, все эти, да, наверное, так лучше сказать, и псевдо-христиане как раз. Я свою миссию выполнил. Кто хочет истину познать, вот я вам показал на канале Христолюб, у меня есть весь Новый Завет, кто интересуется, кто читает, кто хочет что-то понять, пожалуйста. Записывать его по кругу я особо не вижу смысла. Ничего нового у меня вот прошло сколько, три месяца, как я его, может, записал, получается, когда я там последний ролик записал. Сказать мне особо нечего добавить. Сейчас я скажу о самом учении, я уже как бы сказал по делам, но по каким делам-то Господь будет судить, а точнее, что мы в себе явим-то, когда мы от этого тела смерти, тела греха, это храме, этого дома, этих одежд избавимся. Прибавить мне там, я за каждую свою проповедь отвечаю, за свои слова, за свою проповедь, ничего у меня не изменилось. Я ни в чем не раскаиваюсь, не поменял мнение, мировоззрение, поэтому у меня есть личные, конечно, все равно изменения какие-то всегда, что-то у тебя меняется. Но в общем, все, что там я говорил, нового ничего не скажу. Поэтому, кому интересно писание, кто изучает Новый Завет, Евангелие, послание, апостол в книгу, откровение, хочет разобраться, я вам только что показал, на канале Христолюб, пожалуйста, раздел. Все эти ссылки есть и в описании у вас будет, к этому ролику. Ну и на канале я вам показал, уж что проще-то найти. И я считаю, достаточно на лайве у меня проповедей. За два года, ну как за год вернее тоже, с прошлого года так назовем, начнем, ну больше уже года, за полтора года огородных проповедей, я называю, на горных огородных, как хотите, я там и на горах ходил, и здесь на огороде, и трансляции вел, какие хотите. Вот сколько их там получилось, мы смотрели, в принципе, можно даже посмотреть еще раз, полный этот, полный плейлист, который, он получился, сколько получилось, 142, 150 проповедей, даже если кто-то будет слушать по одной в день, на полгода хватит, кто впервые попал на мой канал. Мне кажется, я сказал обо всем уже, ну понятно, можно до бесконечности там что-то мусолить, пересусоливать, вот, но я сказал о многом, честно, уже надоело все это. Ну и на беседах я сказал, я в принципе, свои первые беседы, ну как первые, получается, беседы вообще шли, вот, больше двух лет, тоже два с половиной уже, время летит, уже лето опять, я говорю, я закрыл, в принципе, не по своей, по просьбам, с теми людьми, с которыми я общаюсь, я знаю, кто просили меня, тогда уже, и я думаю, да ладно, было да прошло, все они, кто от меня отрекался, кто там поносил, я позакрывал, только осталось теми, с кем я пока имею общение, и они в основном получились как раз все по писанию, мы там читали, ну я говорю, некоторые остались, я говорю, с этими людьми, просто я имею общение, у нас нормальные отношения, я оставил, с кем я просто, кто, половину из них, так скажем, меня просили, другие я понимаю, что хотят, или просто забили, как говорится, не напрягают меня, ну я говорю, мы вообще перестали общаться уже давно, поэтому я просто их удалил, не удалил, ну я их позакрывал, удалил какие там, да, кто просил, вот, ну кто знает, я там с самого начала, как я открылся, я говорил только об одном, о покаянии человека, и сотворении достойных плодов покаяния, а в чем кается-то, что я в Иисуса не верил 25 лет, или в что, пил, курил, и стал героем, бросил это, точнее бросил это, и стал героем, в грехах против ближнего, людей что-то обижал всю жизнь, родителей, детей, друзей, знакомых, всех на свете, вот в чем надо покаяться, самая основная цель-то, я все время говорил о любви, все время, и а кому, а любви к Богу, к человеку, к человеку, его образу и подобию, которые сейчас на земле, вон, больше 7 миллиардов, вот 150 проповедей, я там, по-моему, все сказал, и о культах, я все сказал, и о свободе во Христе, о всех этих религиях, я говорю, и в свободной форме доносил, и по Писанию мы все прочли, последовательно, причем я там большими кусками тянул мысли, обращал, на протяжении всего Писания показывал, что нет этого, наоборот, чего-то, или вот же красная нитка, вот, общие такие мысли свои выводил, вот именно, говорил, вот в этих более таких свободных проповедях, не будешь же все время с бумажкой, я говорю, по Писанию все это потом, получается, дублировал, показывал, кто действительно хочет познать истину, честно, мне прибавить уже нечего, я не знаю, что людям говорить, если люди не понимают простую, простую, вот Евангелие, его дописывают каждый день, нет, его переписывают, нет, ну, я имею в виду, что-нибудь там, что-нибудь новое в жизни Иисуса появилось, нет, у нас Библия расширяет, сюда каждый день добавляют корпус посланий каких-нибудь, нет, ну, понятно, ортодоксы, чтобы истину подменить, там целую придумали, эту теорию святости, непонятно какой, поэтому они все своим преданием, как то же самое иудеи и Господь, о них потом ученики говорили, вы преданием вашим просто отменили заповедь Божия и заменили ее, вот это сделали те же самые ортодоксы, но они прямые наследники иудаизма, вот, если люди не понимают, что учение Иисуса Христа, природа бытия, суть бытия, это святость, есть такое слово, как свет, ну, самое, я считаю, правильное слово, это святость, хотя Бог и свет, и свят, все понятно, да, и чист, и блах, и неизменен, но очень хорошее слово, святость, наверное, все-таки наилучший стих под этот подходит, мне вот нравится, из евреев, вы знаете, да, последняя глава, по-моему, 15-й, без святости никто не увидит Господа, веруешь ты, не веруешь, вообще посланник евреям, оно великолепное, на самом деле, конечно, без святости никто не увидит Господа, без святости, не просто в свете, и мы этот, любим это слово, употребляем его, и каждый тоже опять впихнет, ну, и в святость можно впихнуть, конечно, все, что угодно, так вот, в чем первый плод-то святости какой? Бог есть Дух, Дух Святой, если Он Святой, значит Дух, Дух есть Бог, какой плод этого Духа, какой плод святости, какой плод света, какой плод Бога, и какой признак того, что Бог тебе, и ты в Боге, любовь к человеку, начал я с плохого сегодня, да, но обычно я с хорошего начинаю, мне так кажется, сегодня немножко, какой первый плод Духа Святого, любовь, к Богу, нет, к человеку, об этом нам все, Писание говорит, Иоанн Богослов прекрасно об этом сказал, прекрасно, прекраснее просто сказать невозможно, любовь Божия, он говорит, мы познали в том, что Господь Иисус положил за нас душу свою, Бог явился во плоти и показал свою сущность, открыл свою сущность, свое имя, это любовь, говорит, мы ее познали в этой, в этом его поступке, во всей его жизни, в самом пришествии на землю, у меня есть Евангелие от Марка, с хорошими картиночками, вот такими, в самом пришествии мы уже опознаем его смирение, кротость и любовь, то, что он за нами пришел, как пастырь за погибающей, заблудившейся овцой, его жизнь вся, и даже до крестного подвига, вот в этом всем, всей его жизни, начиная с его явления, нам Бог явился во плоти, со своего явления во плоти, Бог показал нам свою сущность, свое имя, кто он по сути, каково его имя, это святость, это любовь, это радость, это мир, это кротость, это смирение, долготерпение, это упование, вот кто такой Бог, первый плот его, это любовь к ближнему, мы увидели эту любовь, он что, кому он любовь свою показывал, хоть раз он сказал о любви к Богу, нет, какой поступок он сделал, который любовь к Богу описывает, да, дел, благодарение, восхваление, да, хорошее, правильно, учил нас как надо, это есть дела любви к Богу, благодарность, но все его дела, были направлены, на любовь к человеку, мы любовь Божию познали в том, что он положил за нас душу свою, а значит, что мы должны делать в ответ, ну, сейчас все хором ответят, ну, естественно, если кто нас любит, мы должны его любить в ответ, нет, Иоанн Богослов говорит, если Бог так нас возлюбил, то мы должны любить друг друга, уж Бог-то любит нас, причем и до покаяния, так и мы должны любить всех, и грешников, и праведников, и добрых, и злых, неужели это непонятно, и вот это вот простое учение о святости, первый плод которой это любовь к человеку, потом ко всему сотворенному мирозданию, первое, второе, так животному миру, душу свою готовы положить, да мы от чрева, от своего не можем отказаться, ради убийства причем, мы готовы убивать, чтобы пихнуть себе в чрево что-то, какой-то там любви все-все разглагольствуют, какая любовь-то, какая, ты топор каждый день к корове в голову вставляешь, какая у тебя любовь, к кому она эта любовь-то, нет у тебя никакой любви ни к кому, едем, фантики из машины выкидываем, все позагадили, позасрали, все у нас не так, все надо затравить ядами, все это в речке сливается, все у нас комары плохо, жуки плохо, кроты плохо, это все плохо, все надо затравить, и сами дохнем от этого, вот так и живем, любовь ко всему, первое к человеку, второе к животному, третье ко всему сотворенному, и вообще это надо все делать вместе, ибо это все сотворено Богом, а то кричат, я люблю Бога, а кто любит кого-то, он ценит все, что тот человек производит, даже не для него, а уж тем более, если для него, если ты ценишь человека, ты ценишь, любишь человека, ты ценишь все, что он тебе дал, а Бог нам все это дал, сотворил все, это не твое, чтобы ты этим так распоряжался, и так к этому относился, а уж что тебе еще Бог дал, курил, грех или не грех, ну тебе пользы есть от этого, ты же вред, а потом будешь бегать, лечиться, просить, Господи, помилуй, рак легких, Бог тебе дал тело, наслаждайся, живи спокойно, что ты его угубишь-то, я удивляюсь, насколько люди этого не понимают, у меня такое ощущение, что мир просто, не просто лежит возле, как это сказал апостол Павел, мир просто безумный, ну понятно, что слово зло, кто понимает, и дурак, это одно и то же, а слово умный и добрый, это тоже одно и то же, в Писании эти слова синонимичны, потому что умный человек, это не тот, у кого здесь Винчестер забит, и всем на свете, а тот, у кого из сердца исходят, какие мысли из ума исходят, которые в сердце, добрые помышления, и превращаются они, исходя из доброго сердца, в добрые слова и в добрые дела, а тут, тут можно быть просто гением, и быть сатаной, злым гением, вот и все, пожалуйста, это не сложно, и можно быть дураком, дураком, как это говорит, добродушным дураком, юродивым, или божьим дурачком, только никому, мухи не обидеть никогда, я вот второй год говорю об этом, наблюдаю, общаюсь, сколько я переобщался, если бы я еще закрытый был, знаете, сколько переобщался в скайпе, писался в социальных сетях, комментарии, и чего, я единственное благодарю Господа, что я увидел хотя бы пару десятков человек, которые это понимают, понимают, признают, принимают, и стараются жить в соответствии с этим, я благодарю Господа за это, что такие люди вообще есть, это здорово, это очень здорово, но что такое пару десятков человек, все, да, любовь проявляется по-разному, тут тоже вопрос такой, а то думают, что любовь, это все, это ты всем туфли целуешь, нет, родные, это не так, но это любовь, надо понять первое, что каждый на земле человек, тебе брат и сестра, по плоти, по духу, да, кто-то дети, дьяволы сегодня, завтра они, сегодня дети дьявола, завтра дети божьи, поэтому относиться ты как должен ко всем, в соответствии, у нас что-то сегодня, лет называется, не жарко, элементарное учение, но я говорю, правда многие подают, и любовь, и давай его чехвостить, поносить, поливать в интернете, это я с любовью обличаю, где там Иисус, кого с любовью, так все косточки разбирал, Иисус лично никого никогда не осудил, не оскорбил, не обидел, но мы придумаем свою любовь, какую-то свои дела любви, свои слова любви, видел я и насмехательство, одних так называемых христиан, другим и издевательство, я говорю, поношение, поливание грязью, и все на свете, и это все за любовь отдают, хотя многие не пытаются это за любовь выбить, они этого слова обычно своих проповедей даже не употребляют, то слово, на котором, которое есть учение само, они даже слово это не утруждают себе, в своем лексиконе использовать, вот так вот, поэтому, я за каждую свою проповедь, я вот, сейчас я буду дальше рассказывать, какие у меня планы, 150 проповедей, я за каждую отвечаю, по сей день, ничего я не удалял, ничего я не закрывал, как с первых дней есть, на лаве, на христолюбии, я там некоторые тоже поначалу позакрывал, кто помнит, я там даже из святоотеческого, так называемого, ортодоксального наследия, там Антония зачитывал, я его просто закрыл, да и все, ну это уже давно было, не хочу, зачем это кому-то надо, пытался, я тоже думал, что ортодоксов можно переделать, показать им святоотеческое учение, оттуда выбрать все, что соответствует Евангелию, ну это бесполезно, это все, не рабочие схемы, я попробовал их, просто от них отказался, вот, а так никакие ролики я не удалял, кто знает, я все, что говорил, кто и нового, я говорю, не знаю, что еще сказать, обычное, простое учение, вот и все, и любовь проявляется, в словах и в делах, сущность наша, она как-то проявляется, вот и все, что по этой сущности, по этим проявлениям, ты сущность свою элементарно поздаешь, сам Господь сказал, на себя так смотреть, на других, всем это все знаю, что к этому прибавить, я не знаю, я даже дальше не хочу сейчас рассуждать, уже там о радости, да, о всех этих плодах духа, первая это любовь, можно все иметь, и веру, и долготерпение, упование, и так называемую кроту, смирение, порой все это правда извращенное, будет радость, и любви не иметь, как Павел сказал, все, и нищету, и все, и раздать, все иметь, но все это не ради ближнего, он сказал, никакой мне пользы, ноль, баранка просто, вот баранка, дырка от бублика, знаете, что у тебя есть, дырка от бублика, будешь, поделись бубликом, на тебе дырку от бублика, вот это вот баранка, Павел об этом прекрасно сказал, мои проповеди все об этом, о вере, действующей любовью, в мире, делами и словами, все, да, она разная, да, учиться ее надо, глядя, хотя бы то, что у нас есть, тот до нас дошедший, исторический образ Иисуса Христа, какой есть, глядя на него, и надо учиться, все, больше у нас другого нет, и то, надо делать поправку на то, что писали люди, и переписывали люди, если у вас что-то в сердце не лежит, вы можете смело это отодвигать, сам Павел писал, который не видел Иисуса, не ходил с ним, я имею в виду, при его земном жизни, писал он, какую цепочку-то выставил, он что, такой глупый был, писал Тимофею, вникай в себя и в учение, а что-то не наоборот-то, ты судиться будешь только за то, за то, что ты знал добро и не делал, знал истину и сознательно отвергал ее, вот, настоящий грех, все остальное, у нас сколько, у нас везде какие-то святости свою понапридумают, где недостижимую, где иллюзорную, где противоречивающую истину, поэтому люди пытаются к ней идти, его воротит от этого, от всего, но ему в голову вбили, что это истина, что в ортодоксальных культах, что в протестантских, и они считают, что они не могут совершить, совершенства достичь, а его можно достичь, только это совершенство в Иисусе, в евангельском учении, о любви человека к человеку, и оно очень несложное, его, кстати, очень легко исполнять, тебе никто не просит туфли целовать твоим врагам, этого делать не надо, да, накорми, напои, если у него будет нужда крайняя, да, заочно можешь ему даже поблаготворить, если напрямую от тебя не примет, и когда он будет в нужде, тебе не надо ему ни золотых унитазов покупать, ничего, спрашивать тебя о нем за глаза, благослови его, да, не надо его не поносить, ничего о нем там сплетничать, не рассказывать, евангельские жизни, евангельские учения, природа, которая, в принципе, той частью, которой мы являемся, и она в нас, и мы в ней, природа Бога, это любовь, и она легко исполнима, и в том Иисусе, которым мы, которого я познал, благодаря которому покаялся, изменил свою жизнь, мы исследуем, тому образу, тому учению, в Евангелии нам оставлено, все, ничего сложного, я говорю, что у тебя там не ложится, в чем сомневаешься, ну, пожалуйста, отодвинь пока до тех пор, как Павел говорил, живи, до чего достиг, в том и живи, а что надо тебе больше, Бог тебя откроет, если ты искренен, если ты чистым сердцем, стремишься к совершенству, Богопознанию, к успеху, владе Богопознанию, все, тебе потихонечку, будет открываться, плюс, истина познает, спаси ли, жития, можно сколько угодно, читать, ничего не делай, там одно за другой цепляется, надо начинать все исполнять, сказано не судить, значит, не суди никого, вот я за восьмой год своего покаяния живу, да, о чем угодно можно пожалеть, на каких-то поступках, в смысле, вот так и так, ты туда поехал, так свою жизнь поменял, где-то что-то потерял опять, да, там, может, как-то жил не так, в смысле, да, вот я в деревне, там же, может, не надо было, чуть-чуть туда, 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 о чем угодно можно жалеть в этой жизни, о чем угодно, знаете, о чем ты никогда не жалеешь, о добрых поступках к людям, за все, восьмой год уже семь с половиной пошел, я ни разу не пожалел ни об одном добром деле, ни об одном добром слове, ни об одном несказанном злом слове и не сделанном злом деле, о том, что я отрекся от грехов, от плоских, от душевных, да, ни разу не пожалел, святость, это свобода, это счастье самого человека, ой, как бы дождик не пошел, вот так вот, поэтому, если честно, я не знаю, что еще сказать, говорить об этом из одна в день уже, я удивлялся, когда, я говорю, думаешь, там христиане Евангелие читают, да никто его не читает, но опять же, если читаешь, а что тогда не следуешь, ну следуешь, что еще нового, ты скажешь, Евангелие, надо просто жить, любовь, это счастье ближнего, это раз, я говорю, ну есть, это понятно, любящим ты его можешь, там, да, есть люди посторонние, так называемые, Господь их назвал ближними, есть вообще враги, и там, конечно, дела просто разные, но смысл-то понятен, и все, и ты просто живешь, ничего сложного нет, чего тут еще, я вот не знаю, честно, у меня просто сейчас такой тупик, я не знаю, что еще сказать, в ступе это молоть уже, я не знаю, у меня просто еще есть некоторые свои сложности, телесные болячки, вот я говорю, тоже такие бывают, и духовные тупики, я тоже устал, честно вам скажу, я не понимаю вообще, что людям-то надо, впиваются друг в друга, сосут кровь друг из друга, это вообще жуть, это просто жуть, на это смотреть невозможно, и я вам просто открываю сердце, как всегда, как есть, я считаю, я свой долг перед, я их назову иудеями, в синагогах, выполнил, у меня такое ощущение, что я два года, из-за кафедры иудейской, не знаю, как она там называется, ну кафедра, да, иудейской синагоги, вот мне кажется, что я вот эти два с половиной года, именно оттуда проповедовал, вот этим вот, погибшим овцам дома Израилева, я не буду просто ничего рассказывать, какие у меня мысли, планы, не хочу, я не люблю, наперед, я живу одним днем, я никогда не жалею о прошлом, и не фантазирую особо о будущем, Господь, я строю, конечно, планы, но я не фантазирую там, иллюзии не строю, я говорю, поэтому я ничего рассказывать сегодня особо не буду, в общих чертах скажу, имеющий ум тот сочтет, Господь был друг, мытарем и грешником, я не знаю, что дать иудеям, в кавычках, я все дал, все, что мог, я уже не знаю, что дать, что еще, вот, то есть кто-то новый будет, я, кстати, очень рад, что мои ролики будут на канале, на ютубе, пусть там ютуб, я не знаю, как их там будет показывать, особенно, когда ты перестаешь выпускать, он, естественно, твой канал там, спускает по рейтингу, он так-то не особо там, кому их показывает-то, еще может быть, ну, мне это без разницы, вот, а будет кому, да будет кому, кому попадется, и сам я в жизни, конечно, буду встречаться, кто-то писать, я вам скажу, ты родной, вон канал, мы посмотри, мне, честно, что тебе сказать-то, простоту учения, превратили вообще в какой-то кошмар, вот так вот, поэтому проповедовать надо мытарям и грешникам, по крайней мере, мне нужен новый опыт, вот, я все прохожу опытом, я никогда ничего не говорю без опыта, почему я говорю, я сейчас не хочу ничего фантазировать, там, что-то рассказывать, потихонечку садится батарея, в общем, дела следующие, я думаю, что я пропаду, но не сказать этого я тоже не мог, просто так взять, не выпускать ролики, я на некоторое время пропаду, насколько не знаю, конечно, может, я завтра буду все, а дальше продолжать, но я так думаю, что как минимум на месяц, я даже не знаю, как отправиться, мне надо побыть одному, потому что я не знаю, один ли я буду, может, один буду, а может, наоборот, не один, не знаю, но сейчас мне нужно что-то поменять, потому что это какой-то ступор, кто знает Ветхий Завет, я хотел на канале зачитывать, кому он нужен, ну ладно, там три, от третьей до седьмой главы, я там несколько кругов зачитал, там тоже, я там все это показал, судиться каждый будет по делам, Адам с Евой судились не по вере, никакой милости Господь им не оказал, как мечтают ортодоксы, получил каждый по своим делам, и так было от начала, и будет до конца, вот и все, это все, что я хотел показать, кому этот Ветхий Завет записывал, я говорю, опять иудеев в чем-то переубеждать, не лежит у меня душа, сердце не лежит, ну или по крайней мере, вот не сегодня, я беру паузу, потому что не могу, против сердца не пойдешь, не пойдешь, а вот такие огородные тоже, я не знаю, выдумывать темы какие-то, вы знаете, я никогда на каких-то этих, как называют, темах там, не играл, там ничего не пытался, на хайповых, на хайповых темах, ни, кстати, христианских, ни около христианских, никаких, да, я иногда высказывался там, по поводу телеграмма, там, я, кстати, больше на это, ну, кто знает, в последнее время, там хотел, а так-то мне, какие-то там плоские земли, я не знаю, меняют все, какие-то события в интернете, друг другу, кто знает, я никого никогда грязью там не поливал, не записывал ролики на кого-то, ну, там есть у меня, а музей антихриста, вот это, да, это людей никак не касалось, вот, так что вот так вот, я не знаю, что мне нужно, возможно, новый опыт какой-то, жизненный, или просто наоборот, ничего мне не нужно, поэтому, не знаю, в личке меня можете ни о чем не спрашивать, я не буду рассказывать, я даже с тем, с кем достаточно близко общение имею, я попрошу их, еще так не просил, но скажу, чтобы тоже ничего меня не пытали, я, во-первых, точно не знаю, что будет, ну, мне надо побыть, побыть, побыть где-то, не знаю, говорить тоже устаешь, не физически, конечно, хотя, вы знаете, у меня проблемы со здоровьем, вот так вот, хотел сказать, может быть, что-то больше, но не знаю, что сказать, не знаю, жизнь очень проста, очень понятна, живите свято, святость это достижимо, не лезьте ни в какие бредни, да, я вот вспомнил, что я там, помните, начал, сказал, я отписался от всех, от всех христианских, около христианских, и вообще всех каналов, поэтому ничего, не смотрю уже несколько дней, и не собираюсь смотреть, надоело, все, никого я слушать не могу, у меня уже все поперек горло, вот тут вот сидит, так что вот так вот, хочу сказать, я просто, я вот как раз, я проболел пять дней, мне плохо, как всегда было, потом я с горем пополам собрался в Воронеж, пришел, там, ну, получилось ноутбук забрать, который мне помогали, собирали, хотел вам и по Воронежу записать поездку, но потом в таком настроении, ничего не хочу записывать, вот, я сейчас покажу вам вот то, что вы помните, вот помощь нуждающимся тоже, просто, у кого есть желание, не забывайте наших нуждающихся, помните всех, да, ну вот, кстати, можно еще есть на сайте, кто знает, на Христалюб Донейт, и тут все ссылочки есть, Перовым, ну, или Скрынник Елене, Гашковым, Перову шесть деток, кто знает, Гашковым, семь деток, Фризер Люда, Петя там больной, кто знает, сильная, Люда одна, ну, Гамаюновым тоже, вот, Рома, вчера мне Гашков, у кого семь деток, только вчера опять обращался, Света, в этом ихнем стареньком доме, перерезают, все у них там, ну, на соплях, на шнурах, там, все, сказали, все ставить надо, ну, сейчас во всех домах, 10 тысяч нужно, сейчас сразу объявляю, кто хочет помочь, все реквизиты, я уже говорил, у них есть, можно и всякими, переправлять, как угодно, ну, кому удобно, через меня, через PayPal, я говорю, все, пожалуйста, переправляйте, все, как всегда, в силе, я сам буду всегда стараться помогать, я говорю, в принципе, они, я думаю, что до конца жизни теперь, люди, которые ко мне когда-то были рядом со мной, я стараюсь никого не бросать, у Лены холодильник навернулся, лето начинается, жара, шесть детей, нечего не хранить, пытались ремонтировать, ну, сейчас еще там и придет один, мастер она говорила, не знаю, говорят, один сказал движок, и непонятно, как его поменять, может, получится отремонтировать, но все равно деньги, а может придется вообще новый, ну, или бэушный какой-то искать, я не знаю, тоже сейчас будем пытаться там что-то решить, фризер, фризер Людмиле с Петей, кто-то пытался перевести, кто-то пытался тоже перевести потом, мани грэм, я еще не добавил, кстати, сегодня, ну, я добавлю, она прислала потом, и не получилось перевести, потому что это мани грэм какой-то, я говорю, все, насосы с этими последними временами, господи, перевод сделать не может в мире, целая проблема сделать, то, что тогда мои 400 долларов поверх коляски этой, и аспиратора переслал я, от всех, то, что осталось, собрали-то 70, и все, и там лимит исчерпан, кто-то ей попытался мани грэм потом перевести, и сказали, все, лимит исчерпан, это слишком большие суммы, Люда потом узнала, там сбросила, какие можно все переводы делать, ну, в принципе, там практически все возможны, я их потом сюда вот куда-нибудь добавлю, вот где я вот тут сделал для Молдовы, и мани грэм, я еще добавлю все остальные, и прямо, возможно, прикреплю ту фоточку, которую она сбросила, там некоторые были вычеркнуты, остальные все средства перевода, возможно, там, ну, там классика, конечно, вся эта Western Union, как Western Union, Серебряная корона, или что там, вы все знаете, вот, всех я прошу не оставлять, по возможности, я говорю, по мне так лучше напрямую, если есть возможность как-то переводить, помогайте, если просто удобно, через вот мои, через мои все эти координаты, тоже можно, пожалуйста, но я говорю, то, что напрямую там подходят, их не карточки там есть, то лучше, если те же самые мани грэм, или вот эти переводы сразу, на страничках все есть, все данные, то есть, какие сложности, просто кому удобнее, то PayPal мой есть, или WebMoney, там, Яндекс кошелек, то есть, указывайте только обязательно, для кого, если помогаете, там, для Гошкова, для Елены, Скрынник, киперовый, для фризера, вот так вот, хотел я, отдельное спасибо сказать, тоже, кто мне, у меня уже потихонечку батарейка, вот, садится, записываю я на новый ноутбук, который мне помогли купить, два месяца, прошло, да, сейчас быстренько расскажу, а то батарея садится, тоже, заказал, папа там в Воронеже, у меня его брал, я пока здесь, ну и, короче, через некоторое время, он наворачивался, там, газ и кран, и ничего не получилось, мы его отдали, точно такой же заказали, но их же ограничены, обычно тоже сюда партии, второй привезли, а там неделю ждешь только, опять то же самое, у меня у папы волосы вставали на всяком месте, да, на голове, от такого, хотя мой папа там разбирается во всем этом, вот, отдали уже второй раз, естественно, деньги возвращать не стали, но мы и первый раз не хотели, мы, ну, просто вернули, заново оплатили, точно такой же, еще один пришел с Москвы, сейчас в наличке почти ничего нету, да, вот, пришел второй, все то же самое, опять, только отец там занимается, все там ставит, опять все наворачивается, отдали в ремонт, ну, по гарантии, что-то сделали, типа там, Windows поменяли, что-то там переустановили, и все сделали плохо, не поставили родное программное обеспечение, схалтурили, ну, и все то же самое, опять он наворачивается, и уже отдали, еще две недели ждали, в концовке оказалось, поменяли, кто-то разбирается, материнскую плату, а это основа, фундамент всего компьютера, ну, яд, в принципе, не напрягает меня, это, ну, поменяли, да поменяли, ну, сейчас все так делают, вся партия, значит, была бракована, и небось, все так и меняли, ну, какая разница, поменяли, в принципе, сейчас себе компьютер, ты же по запчастям собираешь, приходишь в магазин, не хочу особо этой теме много уделять время, короче, вот, наконец-то, два месяца прошло, он у меня, сколько я перезаписал проповедь, приходилось вот это монтировать, все вставочки, чтобы показывать, конечно, это очень удобно, мне это очень нравится, вот, я вам даже, смотрите, какие вещи могу, то есть, я могу взять вебку, вот так вот и я, и все показывать, да, вот так, ну, а вот он, он сам, очень хороший ноутбук, у него матовый экран, хороший, ну, он вам кажется темным, а так-то он светлый, я все достаточно вижу, то есть, я могу он читать, ну, да, вам особо-то не видно, вон, моя программка работает, ну, ее игры особо не видно, такая там подставочка, это столик, тут такой микрофончик, я в предел, должно быть хорошее качество записи, это все я с Алиэкспресс, там, по дешевочке заказывал, у меня здесь грибы растут прям, из пинька, видите, грибочек, сегодня будем супчик есть, как вам, такой пиар-ход, я уже ел, он из этого пинька, каждый год, и вот, по несколько штутик, за лето созревает, ну, в общем, тут все, что я вам хотел показать, вот, всем, кто участвовал, участвовал не так много людей, все, как всегда, свои, в основном, это понятно, да, в своей массе, всем от меня низкий поклон, крепкие объятия, надеюсь, я вам был полезен, отраден, назидательный, в своем служении, и, конечно, я убрал вот для будущих записи, но, мои родные, любимые, пока я не знаю, как мне надо побыть, побыть, я говорю, правда, я говорю, я вроде кажется, побыть с собой, помните, как Господь ученикам сказал, идите, отдохните, было много приходящих, уходящих, ну, я говорю, не факт, что я, я вот произношу такую фразу, имеющую ум, разумеет, Господь был друг, мытарем и грешником, с иудеями надо немножечко подзавязать, так мне кажется, так мне думается, так мне мыслится, вот так вот, вот, поэтому, поэтому вот так вот, ну, помог один брат с Америки, половину суммы практически дал, вот, там, все, все по чуть-чуть, кому я полезен, вот, так что, я говорю, я ничего не говорю, может, я завтра продолжу писать, не знаю, а может, наоборот, больше чем месяц, ну, хотелось с вами, я с вами всегда все говорил, все делился, все как есть, что еще добавить, не знаю, я говорю, в личку мне там особо не это, не вздумайте там мне что-то спрашивать, в том плане, что я уже сказал, я пока мне нечего сказать, большего, я что, вот, хотел, то сказал, что-то прибавить, что-то убавить, кому интересно, может, мои старые проповеди переслушать, все они, новые, за это я только записал, кто будет попадать, хотите, с кем-то делитесь, кому это, кто-то у вас будет уверовать, может, через вас, но потом, что-то хотите, пожалуйста, делитесь, и вот эти огородные, или беседы, можно послушать, вот, мне надо что-то, что-то нужен мне, что-то нужно мне, сейчас у меня какой-то, просто ступор, какое-то затишье, я не знаю, в смысле, я вас тоже не от переписки, конечно, это не отталкиваю никого, особенно, кто со мной всегда был в связи, я, конечно же, я никуда не закрываюсь, я имел в виду, не пытайте меня, кто со мной имеет общение, по поводу того, как я буду жить дальше, я не знаю, я сегодня пишу этот ролик, а что будет завтра, я сам не знаю, вот так вот, пока вот так вот, ну, наверное, все, я говорю, а то еще компьютер вырубится, как здорово писать, записал, теперь вот все, все на месте, все можно показывать, ничего не надо монтировать, можно сразу, кто видел, и ролик показать, наверное, хотел я вам показать, как и в Воронеже, я там прошелся, когда был там, где я там жил, вырос, я немножечко поснимал, ну, совсем малость, да, как я там с людьми, с некоторыми повстречался, ну, может быть, потом как-нибудь запишут, да, и в принципе, немножко я, так-то все мои координаты, вот у вас на экране всегда, вот, кому я нужен, мой сайт, там все тексты, для, по Новому Завету, есть для удобства чтения, как я записывал ролики, все мои адреса каналов, вон наверху, все есть всегда в описании, там есть эти ссылки, на все плейлисты, я продублировал на всякий случай, ну, все понятно, разберитесь там, на Ютубе, там ничего сложного, ну, и все контакты, на экране, в описании к ролику, есть все социальные сети, скайп, телеграм, вот, я всегда рад, конечно, новым людям, новому общению, и по скайпу, вот, но, честно, с теми, с кто будет мне мозг выносить, кто раньше выносил, я тоже как-то, ну, это всегда у меня уже было, да, я говорю, не понимаешь простоты учения, да, вот, у меня есть уже истина, я ее знаю, я в ее познании не нуждаюсь, вот, если у тебя какая-то там своя истина, у меня простая истина, люби ближнего, вот, и вся истина, радуйся жизни, будь в мире, с Богом, чистотой тела и души, по возможности со всеми, даже с врагами, будь крот, так смирен, только как Иисус, а не как это придумали, какую-то там забитость, или еще что-то, да, вот, или за любое твое свободное мнение, и речеславным, кротость это не это, это не когда ты там, спокойно выражаешь свое мнение, да, вот, долготерпение, вот, вот в этом, если ты понимаешь, это простота учения, я рад буду всегда познакомиться, общаться, вот, по поводу вопросов, вот таких христианских, честных, я в основном буду отсылать к своим, конечно, роликам, потому что я практически все темы трогаю, по поводу культов, там вчера брат один написал, тоже на почту, но он так в общем, и все равно там, а вот, может, баптизм, самый ближний, человек пока еще не ответил, ему не знает, что отвечать, я уже помню, кто меня знает, я говорю, значит, не так много меня посмотрел, ближе, дальше, ближе, дальше будет, нет никакой групповой ответственности, судиться каждый будет за свои дела, лично перед Богом, и то, это, не забывайте, что эти слова лишь, лишь для младенцев от Христе, взрослые во Христе уже понимают, что мы просто разденемся, и все, что у нас внутри, явится наружу, Бог никого не будет судить, Бог не судья, каждый будет получать то, что там внутри, просто все вывернется, ты никому претензий предъявить не сможешь, ни Богу, ни людям, тебя так называемым душам окружающим, потому что ты сам будешь понимать, что то, что ты всем врал, обманывал, изменял, все это просто явится, все это будет явно для всех, все, что ты скрывал, станет явно, я как хорошо на суде заканчиваю, как и надо, вот и все, здравые люди это понимают, понимают в это, поверив, соответственно, живут, потому что каждому даст отчет, и более того, вначале ты немножко из-за страха, может, начинаешь менять свою жизнь, в конце ты понимаешь, что святость это кайф, святость это истина, святость это радость, это благость, это счастье самого человека, никого не обижать, не злословить, не поносить, помогать сколько может, потому что не творение зла, это еще не святость, творение блага, вот совершенство, вот так вот, образ у нас идеальный, это Иисус, хотя бы в той интерпретации, как до нас дошло, я почему исповедую, даже тот же самый синодальный перевод, или любой другой, ну, практически любой другой, это не беру уж совсем извращенные, какие-нибудь вещи там, свидетели, ЕГВД, вот, это достойный пример для подражания, я сам от него покаялся, Бог меня лично утверждал, кто знает мою историю, вот, поэтому, естественно, это самый идеальный, возможный пример для подражания, для того образа, как это все надо выполнять, в своей жизни реализовывать, ну, так вот, все, ну, в любом случае, подписывайтесь на мои каналы, я говорю, может быть, прощаемся ненадолго, жизнь покажет, ставьте лайк, если ролик понравился, кому этот ролик понравился, и кому было до этого отрадно, назидательно, полезно мое служение, кто знает, я всегда говорил, цель, смысл, и конечная цель, и радость моя была только в том, если люди от моих слов, от моих проповедей менялись в святость, и эта святость проявлялась не в песне, не в целодневными песнями Богу хвалебными, нет, а в любви к людям, их окружающим, в радости жизни, я говорю, в мире, долготерпение, упование, ротость и смирение, действительно, в изменении себя самого, и прежде всего, в отношении к людям, тебя окружающим, вот так вот, так что, кто в эту сторону менялся, а мне люди свидетельствовали, что менялись, что переставали творить зло ближним, женам, мужьям, детям, родителям, друзьям, и мне всегда это, действительно, тоже очень радовало, это все, кого и желание, поделитесь этим роликом, на ютубе, в сайте, а с кем считаете нужным, кому вот именно этот ролик, поможет изменить себя, за что-то живое, за день, но все, помните, самую, самую, центровую заповедь Иисуса, Он говорил, что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делайте того, что я говорю вам, но вам, говорю слушающим, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас, заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга, и закончил Иисус свою нагорную проповедь тем, что сказал, кто пришел, послушал и не исполнил, тот построил дом свой на песке, я вам всем, мои родные, любимые, братья и сестры во Христе, сердцу моему, дорогие христолюбцы, желаю построить дом на алмазных, золотых и драгоценных камнях, свой дом из того же самого золота, серебра и алмазов, всех люблю, нежно целую, крепко обнимаю, до встречи, recent��� topic, благоưし,